добрый день дорогие друзья сегодня я рада вас снова приветствовать на нашем виртуальном мастер-классе и мы продолжим знакомиться с техникой макраме это техника ручного плетения сегодня мы с вами изготовим вот такой замечательный брелок изделие декоративное аксессуар который можно использовать в разных целях мы это делаем с целью знакомства со следующим основным видом узлов которые применяется в макраме это репсовый узел для изготовления изделия нам будет необходимы следующие материалы сегодня я приготовила два варианта нитей это хлопчатобумажная нить собственно вот так она выглядит белого цвета толщиной два с половиной миллиметра достаточно плотной скрутки можно использовать лишь ее одну но я предлагаю взять еще вторую цветную нить это шпагат на такого такой же толщины просто когда мы компонуем именно два цвета изделие получается более нарядным нам нужен будет карабинчик небольшой для при помощи которого изделие будет возможно привесить к любому необходимому аксессуару сумка или телефону ли максимум тому что вам понравится и конечно же нам нужны будут такие предметы при помощи которых мы с вами и нити порежем и закрепим их это подушечка вот такая небольшая полумягкая английские иголки так называемые ножницы и собственно линейка начнем с того что отмерим наши нити нити нам нужно будет 5 а длина их должна быть не менее 50 сантиметров три нити должно быть белого цвета и две нити должно быть желтого цвета сначала мы а собственно крепим веревки к карабину для этого мы веревочку шпагат нить складываем вдвойне собственно у меня вот так уже получилось пропускаем через основание карабина и протаскиваем нити концы нити в получившуюся петельку вот так у нас должно получиться в середине крепим белые нити а по краям мы располагаем нити желтого цвета именно желтый цвет придаст нарядность нашему изделию вот а теперь мы это все закрепим на подушечке то есть основание карабина закрепляем иголочками и вот здесь мы тоже стараемся закрепить так чтобы карабин и не двигался рабочее полотно у нас готово а теперь мы приступаем собственно к вывязыванию узлов если двойной плоский узел достаточно сложные вывязывание да в понимании как его вывязать то репсовый узел это наверное самый простой из узлов и самый основной в макраме он в отличие от предыдущего вяжется из двух нитей всего лишь да и это две петли собственно обхватывающие основную нить мы сейчас с вами сначала попробуем завязать научиться завязать этот самый репсовый узел что для этого нужно делать мы будем вязать диагональный репсовый узел для этого нам нужно а собственно диагональ и мы возьмем центральные концы в концы центральной нити они у нас будут собственно основными нитями в работе и сейчас мы сначала освоим повязку репсового узла для этого нужно основную нить положить на рабочие рабочие нити у нас здесь собственно а нить белого цвета концы два конца белой нити и два конца желтой нити приступаем к вывязыванию узла мы обхватываем основную нить рабочий и просто аккуратненько подтягиваем узел не забывая что это у нас будет диагональ этой же нитью мы делаем обхват основы еще раз репсовый узел готов а далее мы делаем так называемую бриду это как раз несколько репсовых узлов так называется в макраме и так белые и теперь у нас желтые узелки кстати вот эти нити очень удобно в работе узлы получаются действительно плотные хороших легко поправлять рекомендую с ней очень удобно работать даже новичку мы будем делать такую же диагональ только в другую сторону ничего не меняется основная нить она у нас сверху рабочих теперь нам нужно вывязать вот такой квадратный узел красивый мы его учились вязать на прошлом занятии поэтому я много говорить не буду смотреть за моими руками у у нас основных здесь будет аж 4 нити мы их в основе оставляем а вот красивыми желтыми нитями мы с вами сформируем сначала один плоский узел здесь нужно очень аккуратно чтобы нити располагались красота узла от этого зависит а затем второй плоский узел вот наш замочек про который я рассказывала на прошлом занятии все расправляем и теперь у нас будут вертикальные бреды располагаться уже в обратную сторону сначала мы теперь вяжем желтой нитью липсовый узел тем беленькими две нити из центра они уходят на одну бреду а две другие на следующую пойдут и здесь мы еще завязываем один репсовый узел соединяя собственно ромб это может быть и готовым изделием сейчас мы обрежем нити и их вниз немного распустим можно как в образце выплести второй ромб изделие будет несколько длише но это уже по вашему выбору я покажу несколько другой вариант поэтому нити я тоже срежу распускается кстати и шнур и хлопчатобумажная нить достаточно просто то есть это нужно просто раскрутить вот такое изделие получилось у нас еще раз повторюсь что а можно выполнить второй ромб получится вот такое изделие на любителя вы можете выбрать вариант самостоятельно на этот вариант нити нужно будет несколько побольше отрезать это где-то сантиметров на 25 а то есть на этот 50 на это 75 всегда рада видеть вас в нашей онлайн мастерской а а а а а а а Субтитры подогнал «Симон»